всем привет дорогие друзья с вами как всегда я плоскун и сегодня я решил сделать небольшое видео и рассказать про карты в игре voice of steel ну и наверное кто-то скажет мол полоскун а что это вообще за игра такая и данный вопрос зададут в основном те люди которые не смотрели два моих прошлых ролика по этой игре все началось с того что я на просторах интернета нашел прикольную группа роботов которая довольно сильно мне понравилось своем первом ролике я высказал мнение по поводу игры и сделаю ее подробный обзор тогда же я создал своего собственного робота игоря который как раз и принимал участие в боях и активно одерживал победы во втором же ролике я решил попробовать сражаться с чемпионом арены где меня благополучно разобрали на металлолом и тогда я выделил несколько основных моментов которых новичкам стоит придерживаться дабы их не постигла судьба игоря ну и многие в комментариях спрашивали про то как в игре обстоят дела с картами так как в роликах я показывал не так много моментов с различных локаций и у некоторых могу сложиться впечатление что в игре всего две три карты хотя на деле это совсем не так но и в принципе давайте переходить к разговору о картах игры voice of steel сразу хочется сказать что управление называет здесь карты аренами ибо игра представляет из себя файтинг а сражаются как раз персонажи на специально отведенных аренах они на огромных местностях так вот в игре существует всего 9 арен и все они отличаются не только внешне но и имеют определенные особенности предлагаю начать разговоры с зимних карт и если кто помнит моё первое видео по этой игре то там я восхищался тем насколько детально разработчики продумали физику игры и действительно в игре есть две зимние карты а именно корона алтая и гагарин парк там суть в том что когда один из роботов наступает на снег то он начинает проминаться и как бы может этим мало кого удивишь но тут разработчики уделили этого настолько много внимания что действительно это выглядит очень красиво и видно что снег действительно меняется каждый раз по-разному они просто проминаются в одном месте также еще здесь есть такой момент что когда робот получает много повреждений то у него начинает искриться какая-нибудь часть тела так вот каждая искра также оставляет свой след на снегу как будто действительно настоящая искра попала на снег и такая вот детализация по-настоящему поражает но вот если говорить про сами карты то гагарин парк представляет из себя арену по краям которой стоят колонны и различные статуи за территорией можно видеть лес и действительно все выглядит так как будто мы находимся в парке и случайно забрели подальше и обнаружили вот такую необычную беседку оформленную под старину а вот корона алтая наоборот показывает нам с одной стороны не тронутую людьми природу а с другой всю технологичность того времени поэтому с одной стороны можно увидеть заснеженные горы а с другой тоннель светильники и небольшую комнату за стеной за которой собрались люди и наблюдают за поединком двух больших роботов но да ладно предлагаю идти дальше и следующая карта это барлайт и он оформлен в футуристичном стиле и показывает схватку между роботами скорее как развлечение для местных отдыхающих здесь вокруг арены все выполнено в неоновом стиле и можно четко увидеть как большое количество людей наблюдают за происходящим и сказать честно это моя одна из двух любимых карт другая карта который мне очень сильно понравилась эта карта не он хоть она и выполнена в похожем стиле но тут это уже не особо напоминает бар и можно сказать что это скорее специализированная арена для борьбы кого-либо здесь также присутствуют зрители за стеклом однако танцующих девушек как на прошлой здесь нету ну и главная красота карты это дым не знаю как вам но лично мне очень визуально нравится как его разработчики сделали и он прям аккуратно так растекает с во все стороны и лишь делает противоборство роботов еще более зрелищным также в войсов стил присутствует еще одна карта с эффектом дыма который называется неокупол тут также представлена небольшая арена но здесь зритель находится не сбоку за защитным стеклом как в прошлой разы а сверху данная карта также выглядит очень красиво но лично мне больше зашли предыдущие две следующая арена называется ховрина и оформлена как станция метро и на самом деле я был довольно сильно удивлен что в реальности действительно существует станция метро с таким же названием я знал что есть москве район ховрина но вот что станция метро у них открылась это вот для меня стало удивлением так вот видимо разработчики этим вдохновились и сделали вот такую карту выглядит она прикольная и довольно необычно здесь где обычно стоят пассажиры и ждут поезд сражаются два больших робота однако они занимают не все место а лишь его часть на другой же части стоит толпа народу и активно за них болеет что примечательно во время боя регулярно ходят поезда что действительно создает атмосферу метрополитена поэтому видно что разработчики постарались и выглядит карта тоже довольно неплохо ну и если предыдущие карты сделаны в городском стиле то в войсов стил есть две карты которые оформлены совсем по-другому первая из них это золотая ставка она представляет из себя пустынный регион где растут пальмы а местные жители одет соответствующее а вторая это сад камней это что-то из азиатской культуры и действительно создается впечатление что все это находится вдали от города и цивилизации ну и последняя карта это вес арены здесь разработчики не стали брать что-то из реальности и сделали свою собственную арену выглядит прикольно но не буду особо заострять на невнимание ибо и так в прошлых роликах активно про неё рассказывал поэтому как итог хочется сказать что разработчики прям реально постарались не только над самой ареной но и ее окружением все карты в игре не выглядят пустыми и в каждой из них течет жизнь и толпы фанатов это лишь только подтверждают поэтому мне лично очень понравилась графическая составляющая игры ну а если вы друзья тоже захотели попробовать игру в уисов стил то переходите по моей ссылке в описании там вы получите премиум аккаунт и 300 вис coins это местная донатная валюта с таким набором начинать играть будет намного приятнее также у игры есть официальный канал в телеграме где разработчики увлекают всевозможные новости об игре на него я тоже оставлю ссылку в описании вдруг кому-то будет интересно почитать ну и в принципе друзья это все про что я хотел сегодня вам рассказать всем большое спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну а с вами как всегда был я ласкулым всем удачи всем пока пока